В связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Магадане глава областного центра Юрий Гришан провел рейд по школам. Среди них гимназия номер 30. Городоначальник проверил, насколько школы готовы к проведению очных занятий в условиях пандемии. Сейчас ученики закреплены за определенным классом. Учителя сами приходят к ним на уроки. Это профилактика COVID-19. Мэр Магадана призывает всех учащихся соблюдать противоэпидемиологические меры в целях предотвращения заболевания коронавирусом. Болеть до конца еще не исследуем. Какие могут быть последствия, никто скажет. Поэтому я призываю к тому, чтобы от этого коронавирусного диссидентства отойти. И то, что просим сегодня соблюдать, в плане рекомендаций, мы хотели бы, чтобы дети не болели, не нанесли заболевания. Еще вам сказать, что, конечно, молодежь меньше подвержена, но вы являетесь контейнером по переноске инфекций из семьи в семью. Для работы в общеобразовательных и дошкольных учреждениях соблюдаются все санитарно-гигиенические требования, утверждают специалисты. В первую очередь, это наличие антисептиков и рециркуляторов воздуха. В каждом детском саду они уже установлены. В школах завершается их монтаж. Обязательно проведение термометрии для всех, кто посещает учреждения. Школы все оснащены тепловизорами. Есть стационарные, есть ручные. Также имеется в достаточном количестве бесконтактных термометров. И самое главное, это проведение гигиенических мероприятий со стороны всех сотрудников, в том числе старшеклассников. Организация образовательных процессов так, чтобы дети у нас максимально не пересекались. В том числе и при приеме пищи у нас на пищеблоках. За прошедшую неделю количество заболевших педагогов и детей резко сократилось, утверждают эксперты. Все школы вышли во вторую четверть и работают в очном режиме с соблюдением санитарных норм. В системе дошкольного образования ситуация тоже стабильна. На сегодняшний день закрыты на карантин только четыре группы. Постоянно проводят видеоконференц-связь с руководителями учреждений, утверждают сотрудники Департамента образования мэрии Магадана. К ним присоединились работники Министерства образования и Департамента образования. По словам Светланы Калмогоровой, совокупность всех этих методов позволит в нормальном режиме функционировать образовательным учреждением города.